Мы обожаем свою работу, потому что вот сидим мы на рабочем месте, никого не трогаем, никуда не ходим, и к нам приходят такие интересные люди. Да не одни, а приходят они в компании, и все время разных интересных персонажей, ну пусть это будет немножечко сюрприз. Значит так, Влад Кутузов, Валерия Майорова и... И в гостях у нас сегодня, давайте будем говорить уже наш хороший знакомый. Да, у меня не первый год в месте. Дарья Костюк, основатель и художественный руководитель одноименного церковь. Правильно же так я сказала? Да, совершенно верно. Так, мы на ты, да? Да. Мы определились на ты. Ты была у нас где-то год назад. Ну пойми, мне кажется, полгода где-то назад, наверное, например. Мне кажется, это было где-то в феврале-марте. А, ну практически год назад. И тогда ты рассказывала про вот этот вот эксклюзивный свой спектакль с гепардами, там тоже есть свои сложности, я думаю, про гепардов мы тоже сегодня будем говорить, потому что огромное количество знаний, званий, регалий с ними связано. Но сегодня ты пришла презентовать уже совершенно другой спектакль. Да, с радостью поговорю про спектакль, новый цирковой спектакль в поисках праздника. Это новогодняя история, такая же добрая история, как, в принципе, все наши спектакли. И вы знаете, вот даже мы сами ощущаем, когда дарим этот спектакль зрителю, мы ощущаем вообще необыкновенную атмосферу Нового года. И судя по улыбкам зрителя, по тому, как дети танцуют, пляшут, смеются, понимаем, что у нас получается сделать то, что мы задумали. Даша, ну подробнее ты об этом еще расскажешь, у нас времени пока еще есть, и его много будет. Самое главное, когда это будет и где? Спектакли уже начались с 13 декабря до 13 января в легендарном, любимом, совершенно замечательном цирке на Цветном бульваре Юрия Никулина. Это потрясающе, это вот само место по себе легендарное. Культовое место. Вы не представляете, насколько оно цирковое-цирковое, насколько там потрясающая энергетика, насколько... Знаете, вот заходишь в сам цирк и понимаешь, что тебя вот так вот, будто кто-то обнимает такими солнечными добрыми руками. Там очень здорово. Я вот не знаю, почему тебе Влад расскажешь потом, давай сейчас рассказывай, какое количество животных там задействовано, что там за сюжет, ну я не знаю, на какой возраст рассчитывается. А потом оно уже и наступило. А, вот сейчас, конечно. Да, елки вот в этом году действительно аж с 13 декабря, обычно это конец декабря, а здесь, ну и билеты, в принципе, уже практически все-все-все проданы до 13 января. А, Даша, ну все-таки хотим подробностей. Понятно, что лучше прийти и посмотреть, но вот пока кто нас смотрит и слушает, что получит зритель, который придет на это. Гепарды, собаки, попугаи, кенгуру, совершенно потрясающие лошади. Это как раз номер не нашего цирка, а цирка на Цветном бульваре. Настя, стакан Федотова. Это что-то необыкновенное. Я сама дрессировщица, но я вот понимаю, что у нее есть какие-то моменты, которые не описать словами и наукой. Это просто только энергетика. Это только, вот знаете, какая-то такая внутренняя ниточка у них, когда она к лошадке вот так вот тянется, а лошадка идет. Когда лошадь несется, представляете, красивый, необыкновенный вороной конь, он летит, он так рукой делает, и он тормозит просто вот по жесту руки. А как известно, лошадь, у нас налетить коня очень сложно. У нас как он? Ну, знаете, русские женщины, да. Вот этим все и объясняет, собственно говоря. На самом деле, Даша, вот ты говоришь с таким восторгом о своей коллеге, ну и сама ведь ты точно так же. Вот мы на тебя смотрим, и когда ты управляешься животными, это тоже происходит какая-то магия. Давай приоткрою немножко за весу тайну. Ты же сегодня пришла не одна. Да, я пришла со своими партнерами Джонни и Айс. Это собаки? Собаки, самоедские лайки. Мои вообще любимые, обожаемые, талантливые и очень-очень умные. А ведь этот год, вот 2018 уходящий, это год собаки. Да, и когда мы встречали Новый год в прошлом году, я всему коллективу пожелала, чтобы, вот у нас несколько собак, много собак, и я с каждой собакой проассоциировала. Я говорю, чтобы этот год был таким же жизнерадостным, как Джонни, чтобы этот год был таким же ответственным для нас, как Айс, чтобы он был таким же талантливым, как Оскар. И все получилось. Наши собаки принесли нам много счастья. Ну, слушайте, давайте мы прямо сейчас прервемся, и, кстати говоря, нас сейчас трое, а через три минуточки нас будет уже пятеро. Да, и как раз-таки с этими вот потрясающими собаками, они реально потрясающие, ребята. А мы с ними уже познакомились в коридоре, да, все хорошо прошло. Ну, вот все же знают, что я боюсь собак, этих собак я не боюсь, они, вы знаете, как вот большие, ну, большие маленькие обнимашки такие. Друзья, вот мы прямо вот просто выбираем всем сердцем. Сегодня у нас в гостях Дарья Костюк, основатель и художественный руководитель одноименного цирка имени Дарья Костюк. И вот эти два потрясающих собакена, да, это Евгений, он же Джонни. В простонародье, да. И Айс. Айс у нас, я смотрю, он прям все время вот в такой стойке, в ручке вперед. Он очень ответственный, видите, он без команд уже все знает, все делает, он правда, ты моя умница, ты большой-большой молодец, да, ты молодец. И любит похвалу. Кстати, я вот эту историю расскажу, которую я рассказывала в ней эфиры, это ведь действительно чудо. Я вчера стала собирать вот доску желаний, то есть я там загадала там себе квартиру, машину, все-все-все, и вот такую вот собачку маленькую, думаю, беленькую, пушистенькую, очень хочется. И тут, представляете, на работу прихожу, и она здесь. Максим Константин, чудите, вы мне портите имени. Валерия, две. Да, две, и две, пушистенькие, и три беленькие. На выбор. А вдруг квартира больше будет? Да, да, я думаю, что она собачкуалась. Слушай, я прямо на секунду вас приверю, я хочу сказать, кто нас слушает прямо сейчас, друзья, срочно вы должны включить экраны свои, потому что, ну, на это надо действительно смотреть. Ведь сейчас... Это абсолютно эксклюзив у нас сегодня на стороне. Ведь сейчас мы будем, мы, я уже приобщилась, Даш, ты покажешь нам какие-то, не знаю, упражнения. Да, мы попробуем, тут просто очень мало места, мы привыкли к большой арене, но мы будем пробовать. Джонни, лежать, давай, ложись, ложись, молодец. Айсюня, ап, айсик, ап, айс, скорей, ап, ап. Нет, давай, зайка, ап. Ай, молодец, скорей обратно. Ай, скорей, молодец, давай. Ай, молодец, скорей. Ай, бравоумница. Давай, моя рыбочка, сидеть. Джонни, а теперь встань. Ты постараешься, айсик, стоять, Джонни. Айс, ап, айс, ап, ап, нет, ап. Ай, еще раз, еще раз. Не с первого раза. Ай, ты молодец, скорей. Получилось. Ай, ты моя умница, молодец, хорошо. Слушайте, какие они прекрасные, я не могу, вот правда, у меня вот такой какой-то порыв, восторг и умиление. И эти собаки у них действительно, как у любых артистов, у них своя энергетика, да, то есть это какие-то они вот очень значимые внутри, с характером со своим. Ну, Джонни вообще, мне кажется, там действительно где-то, где-то далеко был волк его родословный, потому что он, вот знаете, при всем вот его вилянии и хвостом, оно очень своенравное, если ему что-то не нравится, он четко рычит, он четко показывает это, причем он никогда не укусит, ну, по крайней мере, нас уж точно, но он обязательно рыкнет, он обязательно покажет, на радостях кашляет. Даша, ну, к нему, кстати, видно, что он такой серьезный товарищ, достаточно. Он серьезный товарищ, да. И при этом-то я всегда говорю, что у него внутри вместо сердца солнышко, большое теплое солнышко, да. Вот в этом мы тоже имели счастье убедиться, потому что эти две собаки вместе взаимодействуют тоже каким-то волшебным образом, у них трогательные, нежные отношения. Ну, это с ним, других мальчишек из команды Джонни может построить, он иногда их ставит на место, но без каких-либо последствий. То есть он, в принципе, если говорить, кто вожак, встает, скорее он. Слушай, вот я как раз об этом хотел сказать, а вот у них взаимодействие, он не показывает, что яд, смотри, насколько больше вообще. Он его как будто усыновляет. Смотри на мои масштабы и на твои. Нет, нет, он как раз им не показывает, он их уважает, он может максимум огрызнуться на них и поставить на место. А вот у нас командор-пес, и казалось бы, что очень такой он своенравный, пастуший, ну, волкодав, по сути. Нет, лидер, в их отношениях лидер вот этот собачек. Все равно, да? Несмотря на то, что он поменьше все-таки. Это внутренний настрой, вот он настолько уверен в себе, это тот самый пес, который там за хозяина будет биться не на жизнь, а на осте. Стержень. Вот, Даша, я как раз хотела об этом спросить. В том году мы разговаривали постоянно про гепардов, что несмотря на то, что ты с самого детства с ними, что они тебя на 100% знают, ты к ним никогда не поворачиваешься спиной, потому что все-таки есть специфика у этих зверей. Но вот собаки, это же совершенно другие звери, да? Это же вот, я не знаю, самые ближайшие друзья. Бывают все равно какие-то проблемы, что вот не ладится дрессировка? Ну, конечно, бывает, потому что у них свое настроение, у них свое внутреннее состояние. И самое главное, чтобы животным было комфортно и в удовольствие в цирке работать, тогда это можно назвать гуманной дрессурой. Если им не хочется, поэтому мы репетируем дублеров, потому что если собаке тяжело по каким-то причинам, они уже, как бы, вот этот юноша уже не молод. Да. И у него трюки сложные, на передних лапах ходит, лапки уже болят с возрастом. И чтобы этого, ну, не усугублять эту ситуацию, конечно, нужно готовить дублеров, конечно, нужно вовремя снимать, чтобы никаких травм не было, чтобы не болели опять же лапки. Даша, а ты говоришь, он не молод, это сколько ему лет? Восемь лет. А по нашим человеческим масштабам, сколько это? Ну, где-то лет пятьдесят. А, лет пятьдесят. Ну, по большинству пенсионного возраста как раз. Даша, а вот куда он на пенсию пойдет? Вот куда он? Никуда не пойдет, потому что он к нам привык, он с нами будет всегда. Да, все собаки будут с нами, и гепарды, все-все-все, мы никого никогда не отдадим. Валерий пойдет на заслуженный отдых? Ну, просто, значит, он будет меньше задействован в спектаклях, но также будет жить в этой же стадии. Вообще он будет спать на подушке и жить дома, запросто, и такое может быть. То есть, главное, чтобы они были с нами, неважно каким образом, но чтобы они не чувствовали, что их предали. Давайте мы прямо сейчас уйдем на рекламу, и позже вернемся у нас. Мы же не расстаемся с ними еще пока? Нет. Нет. Отлично. Скоро вернемся, друзья. Это телерадиоканал Страна АФМ. Я напоминаю, что сейчас нужно включить не только свои радиоприемники, но и телевизоры. 742-я кнопка Триколор ТВ, приложение в ваших мобильных гаджетах, и, конечно же, страна. Да, у нас в гостях сегодня Дарья Костюк, дрессировщица, основатель собственного цирка, руководитель его, естественно. И она не одна, как вы видите, надеюсь, что вы включили экран, она с гостями. У нас сегодня пятеро в студии. Да. Ну, значит, Джонни у нас пока отдыхает, а это Айс старается, да? Да, он очень старается. Вот я говорю, он отличник, правда. Айсюнь, давай покажем с тобой, может быть, да, на что мы способны, потому что он не может держать себя в лапах. Он очень хочет что-то быстрее продемонстрировать. Иди ко мне, Зай, давай. Давай. Этот трюк он делает, идет по барьеру в цирке, поэтому тут для него, по большому счету, дебют на новой площадке сделать этот трюк. Давай, рыбочка моя, показывай. Давай, идем, стоечку. Идем, 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 идем. Ай, браво, молодец. Да. Видите, закончилось, место закончилось, и он сразу остановился. Идем, еще разок. Давай, идем. Ай, браво. И Айс пошел домой. На передних лапах, да? Садись, молодец. Слушайте, у нас сегодня самое настоящее цирковое представление. Здесь в прямом эфире телерадиоканал «Страна Айфа». Мне кажется, вот с этими животными, да, с ними так вообще интересно взаимодействуют, но не только на цирковой площадке. Да, они же и в жизни. Я не знаю, как-то вот какие-то есть истории про них в жизни, как они себя ведут. Ой, вы знаете, мне кажется, сплошь и рядом даже трудно с чего-либо начать. Конечно, более интересные истории происходят с хищниками, а вернее даже с людьми, которые с ними встречаются порой случайно. Да, вот у нас был момент, у нас гепард зашел к соседям. Да, было весело. И соседям. И соседям, и нам, да. Она перепрыгнула через забор и оказалось, а люди пили чай на соседнем участке. И что, они замерли или как? Ну, слава богу, они знали, кто их соседи, что мы работаем в цирке. У нас съемка проходила там в это время. И было весело. Вот, слава богу, я говорю, что вот не было никаких претензий, потому что для них они понимали, кто бывает там. Ну, вот так вот, если человек бы не знал, ну, можно подумать, что все. Но, тем не менее, это ведь все равно немножечко опасная ситуация, да? Потому что гепард, он признает немногих. Да нет, на самом деле девчонка испугалась тогда, и она ничего бы никому, никакого зла, вреда не причинила. Девчонка, это гепард. Гепард, да. Она испугалась, что-то прогремело очень громко, и она сиганула наверх. В принципе, я с ней чуть не перелетела через забор, потому что гепард, если гепард стартует с места, то это, как, знаете, не знаю, сколько там лошадиных сил, но достаточное количество. Ты так сказал, я тоже была девчонка, которая пила чай, я так слышала. Ну, понятно, что испугалась, естественно, а что она должна еще была делать? Так, а гепарды, они только с гепардами сотрудничают в площадке. А собаки, у них смешанные номера какие-то? Собаки тоже с собаками, но разных пород, разных видов. У них, как и у гепардов, у собак групповой номер. И это не какие-то солисты, а именно вот такие партнеры, которые друг друга поддерживают, которые друг друга прикрывают, если что, и такое тоже бывает. Есть более хитрые, есть... Вот Айс, он очень простой, он бесхитростный, видите, ответственный. А есть песики, которые, ну, что-то напроказничают, отходят в сторону. Как будто это не они, да, а их партнеры. Даша, я, кстати, хотел спросить как раз по поводу их настроения и настроя вообще. Ну, понятно, что дрессировка, это на самом деле тяжелый труд, да, кто в теме, конечно, знает. Да, это вот, когда приходишь на представление, кажется, так легко все и просто. Бывает у них такое состояние, когда они тебе говорят, вот, слушай, Даша, ну, вообще никак. Конечно. Я ничего не буду делать, не хочу сегодня. И вот недавно снегопад, когда был активный, вот абсолютно все, и я в том числе им сказала, что я ничего не хочу сегодня делать, и они мне тоже сами сказали. То есть они еще и метеозависимы, как-то получается, да? Да, 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 прям вот зевали, ходили, трудно так им было. Вот видите, слушай, мне приятно это слышать, я думал, я один такой, оказывается, у нас теперь уже несколько. Как минимум я с тобой, Владислав. Даша, я хотела, знаешь, что узнать, а вот настроение их ты тестишь как-то до самого спектакля, или просто во время спектакля ты понимаешь, что эта собака работать не будет, и уже выводите дублеры? Вы знаете, иногда я в манеже уже ориентируюсь, что вот этот не хочет сейчас, или ему трудно, или нет настроения, или он готов проказничать, и это будет выглядеть плохо. Иногда вот прям по ходу ситуации меняю, трюки меняю исполнителей на трюки. Слушай, а вот строгость какую-то проявляешь ты к ним? Да, ну я не буду сейчас показывать, как я играю пальчиком, он расстроится. Им достаточно интонации, вы видите, когда я его хвалю, я подвизгиваю, прям весело-весело. А когда строго, очень четкие слова, очень, вот прям вот каждую букву выговаривают, для них это достаточно. Айс вообще очень расстраивается. И он, так, сейчас, секундочку, я понял, отмотал, все, я исправлюсь. Вот он прям вот понимает даже полутона, если говорят, что животные не понимают полутона, да, и подтексты, то вот этот товарищ понимает все, он как человек. Аташа, а скажи, пожалуйста, вот у собак, когда наступает тот возраст, когда с ними уже можно в этом плане работать? Ну, это где-то месяцев 10 даже, скорее так. Объясню, почему. Вообще работать с собакой с точки зрения дисциплины надо там месяцев с 4, когда они уже что-то понимают, когда они, ну, уже осмысленно что-либо делают. Там из серии «Ходить в туалет в нужное место», там «фу, нельзя ко мне», какие-то, ну, базовые, стандартные. А что касаемо цирковых трюков, ходить на передних, задних лапах, прыгать, это уже после 10 месяцев, когда более или менее сформировался костяк, сформировались кости уже обтянуты мышцами, и мышцы достаточно окрепли, чтобы можно было что-либо делать, потому что если это делать раньше, то можно развить и дисплазию, и другие какие-либо, да, отклонения. Ну, то есть когда физически он уже готов к тому, чтобы, да. Давайте мы сейчас проверим, Сергей, ненадолго, 2-3 минуточки, друзья, и продолжим наш сегодняшний замечательный эфир. Друзья, наоборот, как там приветствует, я не знаю, как приветствует на испанском языке, вот и не удалась подводка, но это ничего, поприветствую на русском. Всем доброе утро, друзья, в гостях у нас Дарья Костюк, основатель, художественный руководитель, дрессировщик и вообще просто потрясающая, прекрасная девушка. Владислав? Когда ты говоришь, дрессировщик, ну я тоже об этом знаю, у меня не укладывается в голове, да, Даша, честно, потому что миниатюрный, изящный, и как вообще ты это делаешь? Ну я же не укоротитель, я дрессировщик, в этом-то и разница. Кстати, да, да. А, кстати, какая разница вот укоротитель? Сила должна быть внутри, сила должна быть, во-первых, в первую очередь, сила в дрессировщике должна быть, сила воли, терпение, внутренняя сила, а не сила рук, ног, там, как могут подумать, как мы дрессируем животное. Кстати, ты хорошую тему затронула, сила внутренняя и сила, ну, что называется, внешняя, да, так, физическая сила, грубо говоря, да. Позвонила нам слушательница, она не прислала к большому сожалению, она смотрит сейчас нас, увидела, естественно, тебя, твоих подопечных. Я распоряжалась. Да, и говорит, принят же был закон. Я знаю, что, естественно, ты о нем знаешь, мало того, ты еще принимала же участие в его разработке. Можно об этом подробнее? Конечно, мы общались с населением, мы задавали вопросы, которые хотели бы они поднять внутри этого закона, и вот отсортировали основные моменты, основные вопросы. Я двумя руками за, естественно, за этот закон, как вы уже успели понять, потому что на 100 дрессировщиков один, два найдутся псевдодрессировщика. Мы сейчас говорим о законе против жестокого обращения с животными, да. Вот совершенно прекрасная идея, причем она правильная, что не просто запретить животных. Это глупо, неправильно, и это показывает нашу слабость. Мы не знаем, как с этим справиться, давайте запретим. Запретить проще всего, но есть цирк, есть искусство, и если какие-то негативные отзывы про спектакли пишут, это что самое парадоксальное. Мало было животных пишут, понимаете? Вот и пожалуйста, что нужно людям. Да, вот и что нужно людям. Поэтому тут нужна золотая середина, как и во всем, и мы уже прям вот подошли к этому моменту. Я согласна, что животных нельзя ограничивать в движении, что животные, хищники в том числе, не должны жить в клетках, у нас они живут исключительно в вольерах, что у животных должны быть дублеры, и до самой смерти они не должны пахать. Животным должно быть все в удовольствии, и это должно быть в форме игры исключительно, что животные бывают для цирка, а бывают не для цирка. И у нас были и собаки в том числе, когда на начальном этапе я понимала, эта собака не для цирка, он будет только мучиться. И пока мы не привыкли друг к другу, мы отдавали эту собаку в хорошие, добрые руки. Очень долгий был отбор будущих владельцев, чтобы все было действительно хорошо. И действительно нужно с этим работать, работать и еще раз работать. Здорово было бы, если честно, чтобы еще сделали лицензию. Мы тоже активно, я являюсь еще членом правления Союза цирковых деятелей, и мы активно работаем над вопросом лицензирования дрессировщиков, потому что на сегодняшний день дрессировщик, это такой профессии. Понимаете? Любой может. Юридически нет ее? Нигде этому не учат. А, вот так, ага. Понимаете, нигде этому не учат. Да, есть это, у меня в трудовой книжке тоже написано, что я дрессировщик, но это, значит, какой этап я прошла. Я была ученицей, потом ученица с практическим участием, стажировка была. Но по сути института дрессировщиков нет. Есть кинологи, ну и все, и не более того. И очень хочется, чтобы и это тоже на профессиональный уровень вышло, чтобы деятельность наша регламентировалась каким-либо образом. Вот двумя руками только за. Послушай, ну у меня еще один вопрос, поскольку тема отрезонировала, что называется, так, да, смотри, у обывателей же, да, все равно, ну, какая-то часть считает, что дрессировка животных, особенно хищных, да, это тигры, львы и так далее, да, все-таки без, ну, я не буду говорить жестокости, но без такой вот, без жесткости, строгости, да, мягко говоря, она невозможна. Вот насколько это правда? Ну, строгость, она вообще везде должна быть, правильно? И когда ты воспитываешь ребенка, потому что любой, и когда ты общаешься с коллегами, должна быть дисциплина, строгость должна быть, но не жестокость, это разные вещи. В моем понимании строгость, это животные настолько привыкают к нам и к нашему общению, что когда мы элементарно игнорируем своим общением, еще подчеркиваем интонации, они понимают, что что-то пошло не так. Мы берем других животных, кормим их активно, а это животное, которое бросается, которое не выполняет что-то в силу того, что просто вредничает, либо цепляет других животных. Мы игнорируем, животное само подходит, само трется, они переживают очень. Я вот хотела как раз-таки для слушательницы, которая вот волнуется, позвонила заострить внимание, что я уже задавала Дашу вопрос, каким образом наказание. Она говорит, я строго грожу пальцем, и этого достаточно. Вот она строгость, то есть ни о каких физических наказаниях тут речи абсолютно не идет. Абсолютно. Собаки, они вообще генетически заложены, правда, грозить пальцем и какую-то интонацию, да, более строгую, жесткую применять. Они, откуда-то они об этом знают. Причем, ну вот, правда, вот честно, непонятно, откуда это началось. С хищниками совершенно все по-другому. Тут важно даже не доводить до момента, когда животное собьется или откажется что-либо делать. Сейчас уже с высоты некого опыта, который наработался, я понимаю, вот у меня Блейзи Гепард, она решила раньше времени убегать домой. И, ну, конечно, можно наказать, конечно, можно поставить там человека с чем-то таким шуршащим, большим, чтобы он переграждал путь, пугал ее. Это пугать, это неправильно. Я поняла в какой-то момент, посидела в гримерной, подумала, поработала над собой, а не над ней. И потом поняла, что она начала это делать, когда я вот в этом месте нахожусь. Значит, сейчас я ее сильно отвлеку, много мяса дам, чтобы у нее ее мысли переключились. И она уже будет ждать не когда я буду давать ей команду, а когда я буду давать ей мясо. И на следующем же спектакле мы исправили ситуацию, она уже никуда не побежала. Я ее переключила, я переключила ее мысли, я переключила ее настроение. Я про гепардов еще, знаешь, что хотел спросить? Ты же участвуешь активно в сохранении их популяции, потому что это редчайшие животные. То есть есть некий фонд? Нет, фонда нет. У нас вообще с этим трудно, у нас любят только говорить об этом. Мы своими силами, естественно, сейчас строится за городом место. Для них не помещения осваивается гектар земли, где наши гепарды будут жить там буквально вот после гастроли в цирке на Светлом бульваре. Эта группа гепардов уходит на пенсию. Так смешно звучит, гепарды уходят на пенсию. Хотя это абсолютно правда. Это абсолютно правда. Они будут, я вижу, что им уже не интересно. Они уже не играют в работе. Они делают, потому что они к этому привыкли, потому что есть условные рефлексы. Но у них нет того азарта в глазах, который был раньше. Значит, надо останавливаться. Животные должны быть всегда счастливы. Котики же вообще играть-то любят. Любят. Ну, играть, когда им хочется играть. И раньше это было в манеже. Сейчас я вижу, что, ну, одно и то же. Ну, вот сколько можно приходить в офис с девяти до шести, делать одно и то же. Вот примерно то же самое. Практически как у нас. Ну, у нас стимул. Сами знаем, какой. Да, да, да. А у них мясо. А у них, ну, я же не буду их держать голодными, чтобы не захотелось. Давайте мы сейчас прервемся, потому что тема интересная, мы ее продолжим обязательно. Друзья, несколько минут мы снова вернем сюда и продолжим наш разговор. Телерадиоканал Странная ФМ. Валерий Майор вот не останавливается, продолжает снимать селфицы, делать сторис всякие. Но у нас, у нас теперь четверо снова. Да. У нас было трое. Вы знаете, пожалуйста, включите свои экраны прямо сейчас. У нас Айс появился. Вот этот вот мальчик потрясающий, старательный, ответственный. Его вы сможете увидеть на представлении, которое называется «В поисках праздника», да? Который вот с 13 декабря по 13 января включительно будет идти там, в том самом легендарном месте на Цветном бульваре. Даш, ну, мне кажется, сейчас прям нужно подробнее еще раз про это рассказать, даже для тех, кто только что к нам присоединился, чтобы они могли для себя... Ну, не надо нам звонить, ребята, пишите, если что. Я вот, у меня есть вопросик, я хотел, знаешь, чем спросить? Вот сколько занимает подготовка вообще вот такого масштабного мероприятия, представления? Представление? Ой, сценарий был написан ровно год назад. Ну, год, да, год ушло. Но это экспресс-курс. По сути, все... Это очень быстро, да, считается? Да, и как всегда не хватало где-то недельки, чтобы, вот, как казалось, чтобы это было спокойно, чтобы все спали по-человечески, а не работали. А вот скажи, пожалуйста, с художественной точки зрения, вот есть программа, да, она идет по сценарию, все выстроено четко, да, иначе быть не может. Все равно в процессе вот с каждым представлением что-то меняется? Конечно. Ты же понимаешь, где-то что-то не так, или что-то хочется еще добавить, да, или наоборот, что-то убрать, да? Безусловно, я смотрю каждый день спектакль, и сейчас, если раньше казалось, что музыки не хватает на определенные номера, сейчас так все утрамбовалось, что прям какие-то моменты надо музыкально вырезать, либо наполнить эти моменты, которые кажутся пустыми. Где-то огромное количество спектаклей, у нас 80 спектаклей за этот новогодний период, и, конечно, артисты все устают, и люди в том числе. И иногда теряется энергетика, нужно обязательно взбодрить артиста, поддержать артиста, где-то заменить какие-то трюки, потому что, опять же, и у животных, и у людей, когда одно и то же делаешь, начинает просто, ну, уставать тело. Опять же, пошел снег внезапно. Ну, поэтому, вообще, когда артист выходит на манеж, вот пошел снег или там поругался с девушкой, это все точно абсолютно оставляют дома, иначе просто непрофессионализм, это не люди цирка. У нас нет проблем в манеже, у нас нет... Когда мы в манеже, у нас вообще нет другой жизни. Ну, что касаемо животных, тут им, конечно, не объяснить, что и как, тут надо подстраиваться. Ну, они более честные с собой, вот нет у него настроения, и все, и все, и все поделаешь. Так, где брать билеты? Ты сказал, что билеты практически все распроданы, но вдруг есть шанс. Я не знаю, может быть, у наших партнеров на Тикетленде еще есть какие-либо билеты, но, по-моему, в кассах цирка уже все распродано. А можно зайти к тебе в Инстаграм еще, да? Там, наверное, вся информация есть. Да, да, мы все время обновляем информацию. Да, скажи, кто еще не знает, как тебя найти. Дарья, нижнее подчеркивание, Костюк, нижнее подчеркивание. Ну, все очень просто, на самом деле. И вот прям буквально немножко на будущее забежать. Сейчас отгремят новогодние праздники, и уже стартует Новый год. Какие у тебя планы? Что ты собираешься грандиозно поставить, чтобы порадовать зрителей и твоих поклонников в следующем году? Честно, не люблю раскрывать тайны, но впереди, и по большому счету, вообще, следующий год он будет знаковым и значимым для меня, потому что я совершенно перестрою, по сути, свою деятельность цирковую, да, коллектив поедет на гастроли, будет большой тур по городам России, а я сама с головой целиком и полностью погружусь в общественную работу, как раз-таки в работу очень много каких-то пустых ниш, и мало людей, которые верят, что у нас все получится. И вот мне очень хочется поддержать определенные деятельности. Это лицензирование дрессировщиков, это лицензирование деятельности Шапито, это, опять же, улучшение жизни животных в цирке. Отлично еще раз повторюсь же, что этот закон издали наконец-таки в третьем чтении, все получилось. Дальше надо развивать, потому что он очень сухой, по сути. Тот закон, он очень сухой, и там очень много троеточий, да, не договорено. Вот я буду работать над этим, а новый спектакль, пока не буду о нем рассказывать, потому что он такой в стадии разработки. Ну, задумки уже есть, да, уже что-то потихонечку определяется. Ну, конечно, без этого никак. А сценарий, вот ты сама пишешь, твоя команда? Слушай, как здорово, я думала, приглашаете кого-то. Нет, я пишу сама сценарий, у нас совершенно замечательный билетмейстер, у меня вообще замечательные и администраторы, и помощники, я всех-всех очень сильно люблю. Чудесный художник по костюмам и не один, с которыми мы работаем уже много-много лет, композитор. У нас целая большая творческая команда, но сюжетную линию простраиваю и до конца веду я сама, потому что эта сказка, знаете, если она внутри родилась, ее надо уметь донести и правильно организовать людей, чтобы то, что появилось даже не в голове, а в душе в один прекрасный день, зритель прочувствовал точно так же, как и я. Ты знаешь, что я вспомнила еще из нашего прошлогоднего интервью, что вот я сейчас на тебя смотрю, ты говоришь, что такая мягкая вся, ну практически белая и пушистая, вот, а на самом деле ты ведь очень строгий руководитель. Очень, да. И вот. Да, и я понимаю, что все-таки я, пусть это будет не скромно, но я права, потому что дисциплина должна быть, и если не держать ситуацию под контролем, у каждого человека свои взгляды, у каждого человека свое мнение. Это нормально, это естественно, это правильно, но если мы делаем одно дело и за это дело несу ответственность я, значит, я должна контролировать процесс, чтобы каждый механизм он двигался в едином направлении. Если у нас внутренняя культура в коллективе есть, то должны все придерживаться ее, здороваться друг с другом, с уважением относиться к старшим. Я порой за это ругаю, я прям воспитываю взрослых людей, как детей, потому что у каждого разное воспитываю. Я его не знаю, зачем мне здороваться, но в цирке такого не бывает, понимаете? Ну тем более, когда это большое... Ой, 30 секунд у нас осталось. 30 секунд, да, говорили бы еще и говорили. Давайте еще раз напомним, когда, где, куда идти, где смотреть. Цирк на Цветном бульваре. Уже с 13 декабря вовсю радуем зрителя новогодним настроением, новогодним спектаклем в поисках праздника. Если вы хотите по-настоящему отметить Новый год, если вы хотите ощутить всю атмосферу вот этого прекрасного праздника, приходите и в полной мере получите замечательную энергию у нас. Обязательно приходите, друзья. У нас в гостях была Дарья Костюк, основатель, художественный руководитель одноименного цирка. Дарья, огромное спасибо и огромное спасибо твоим помощникам. Это было великолепно. Спасибо, Даша, приходи. Спасибо. С наступающим, кстати. С наступающим. Всем пока.